Добрый день, господа сценеры! Здесь мы представляем выставку всяких древностей и интересностей. Компьютеры, может быть, уже не совсем интересны по времени, но зато интересны по наполнению и содержанию. Пётр Соболев, широко известный в узких кругах, представит нам свой компьютер Commodore 64 и скажет буквально пару слов. Интересуемся, какую роль в становлении демосцены сыграл этот компьютер? Может быть, немногие знают, но Commodore 64, можно сказать, на нём зародились все современные демки. После него пошли уже Amiga, PC и так далее. Машинка эта 8-битная, процессор здесь 6510, то же самое, что 6502. Почти риск, по крайней мере, там 56, по-моему, команд. Но, хотя там слабый процессор, однако у него есть видеопроцессор и звуковой процессор, что по тем временам, это начало 80-х годов. Вот, было очень серьёзно. PC тогда вообще не имели ни цвета, ни звука, кроме там PC-спикера 1-битного. А на этой машине начали писать игрушки, а потом и демки. Здесь пример такой демки. Вот, интересно ещё сказать, что в этой машинке вот это дисковод. Дисковод на 144 килобайта, 5-дюймовый. Причём, пишет он только на одну сторону. Значит, чтобы записать вторую, надо вытащить дискету, перевернуть и вставить обратно. Всё, для этого на дискете прорезали с другой стороны тоже защиту от записи. Дисковод, можно сказать, даже умнее, чем сама машина. Вот, то, что здесь стоит такой же процессор. И ещё два контроллера. И народ в своё время развлекался тем, что, например, программируя этот процессор, загружая туда программу, делал, чтобы, например, лампочка обращения к дисководу красиво загоралась и тупла. Вот, плавненько так. Вот, подключается дисковод к компьютеру. Тут кабель есть, последовательный. На 9600 бот скорости. Вот, это очень медленно. И чтобы не ждать, хакеры различные перепрограммировали этот последовательный интерфейс, превращали его в параллельный. Они брали линию reset и превращали его в вторые данные. Получался такой двухбитный параллельный порт. И были программы, скоростные загрузчики, которые таким образом грузили. Вот, это родной мониторчик, значит, коммодоровский. В квале он показывает. Он довольно прилично. Вот разрешение 320 на 200. Но вот в данном режиме он такой наполовину текстовый, наполовину графический. Здесь 160 на 200 и 16 цветов. Вот. Но здесь, что хорошо, несмотря на то, что здесь разрешение низкое, цветов мало, здесь есть так называемые спрайты. Вот, например, здесь они летают, да. Спрайты – это аппаратная вещь. То есть, например, можно в текстовом режиме вывести картинку какую-нибудь. Вот. И она будет в текстовом режиме непрерывно висеть. Там поверх нее можно писать какой-то текст, программка вам просто будет висеть. Можно записать в вечер какое-нибудь значение, она передвинется там вправо или влево. Вот. Можно менять и цвета, загружать там и так далее. Вот сейчас спрайтами уже часто называют, то, что на PC, какие-то такие программные вещи больше. Вот. А изначально это были аппаратные штуки. Вот такая машинка. Ну и вот еще интересно. Возможно, тут товарищ расскажет сам. Кстати, товарищ из Финляндии. Вот. Комодор Вик-20. Это предшественник Комодора 64. Вот. Здесь, насколько я помню, 8 кг памяти. Более слабый процессор, более слабый звук. Но вот на вид они даже очень похожи, да? Там только цвет разный, можно сказать. Вот. Такие вот интересные машины. Ну, собственно, я думаю, давайте переходите к следующей. Спасибо большое. Пожалуйста. Так. Симаш. Сергей Фролов представляет для нас нашу отечественную электронную чувствительную машину единой серии 1841. Мы хотим послушать, что он нам может пару слов сказать о ней. Вы видите наш отечественный персональный компьютер ES1841. Он был разработан где-то в конце 80-х годов для того, чтобы у нас был компьютер совместимый с IBM PCXT. Этот компьютер уже позволял использовать программы, которые были написаны во всем мире без каких-либо переделок. То есть у нас были уже готовые средства разработки, которых не надо было писать самим. Этот компьютер очень хорошо использовался как в гражданской области, так и для военных целей. Внутри имеется 640 килобайт оперативной памяти, 20 мегабайт винчестер, два дисковода 5-дюймовых. И этот компьютер был одним из самых основных и массовых компьютеров, который использовался начиная с конца 80-х годов и заканчивая где-то концом 90-х, когда уже ему на смену пришли импортные IBM PC и эти совместимые компьютеры. Спасибо за такую подробную историю. А скажите, на этой машине и закончилась единая наша серия? Нет, конечно. Дальше продолжалось выпускаться ЕС-1842, 45, даже 49. У них использовался процессор Intel 80286, даже были варианты 80386, но эти уже компьютеры использовали импортные платы. И, насколько мне известно, у наших процессоров вот 386-й был наша копия, а 486-й мы так и не сделали. Ясно. Спасибо за такую сравнительную характеристику. Пожалуйста. Сейчас что-нибудь загрузится, да? Нет, сейчас надо долго ждать. Это афунг, да, если да. Могут загрузить, в принципе, можете подождать. Не, ну понятно. Не, ну мы сейчас туда начнем говорить. Так, снимаешь? Давай. Антон Попов представляет нам интересный раздел разных систем операционных, как Atari. С чего они начинались? Самые, так скажем, истоки. Это машины Atari 65XE и также машина Atari XT. И пару слов о этих замечательных машинках. Ну, этот компьютер не совсем самый первый. То есть, это модифицированная модель Atari 800, по большей части. То есть, это как бы последняя модификация из этой серии. Вот. Она является нечто средним между Commodore 64 и Spectre. То есть, у нее процессор почти один такой же, что и у Commodore. И, как бы... Ну, в общем, она занимает то же самое ниже, что и эти два компьютера. Что и Commodore, что и Spectre. Но она помощнее немножко, чем тот же самый Spectre. Но слабее немножко в плане графики. Вот. Был, как бы, распространен в свое время в советское. Стояли там игровые залы, там... Ну, наверное, все помнят. Вот. Это уже более мощная модель. Она, как бы, пошла... Как бы, сделалась с прицелом на конкуренцию с Amiga, с 500-ой. Вот. Но, как бы, в соперничестве, в общем, она не выдержалась с этой конкуренцией. И, в общем, она оказалась слабее, чем заявленных, чем, как бы, ее заявляли. Но она, на самом деле, имеет тоже очень много своих поклонников. И, как бы, стоит того, чтобы, как бы, ей уделить свое внимание. То есть она имеет 16-битный процессор по мотору 68000. Вот. У нее, как бы, больше всего выдающиеся возможности, кажется, в плане музыки. Ее часто использовали в аудио-студиях музыкальных. Делали они музыку, сводили. То есть есть такой инструмент QBase, всем известный музыкальный редактор. Есть встроенный MIDI-порт. Как бы, за счет этого, в общем, она была популярна. Ну, и, как бы, дымосцена тоже на ней была в свое время. Ну, она не так и была, конечно, сильно развита, чем на Amiga. Но, как бы, шедевры тоже имеются. Вот. А вот эта вот последняя модель, то, что здесь стоит, это, как бы, уже считается самой последней из семейства Atari из персональных компьютеров. То есть это Atari Falcon 030. То есть ее делали с прицелом на конкуренцию с 1200 Amiga. То есть она имеет 30-й процессор, 68030. Вот. Но, как бы, она получилась не очень удачной модели в том плане, что у нее, в общем, была плохая совместимость со старыми моделями. То есть очень многие игры, многие демонстрации, многие программы на ней не шли от старых. Ну, от ST. Ну, короче, вот так. Ну, как бы, она больше была, как бы, популярность среди энтузиастов в плане демосцены. То есть на ней, как бы, очень много хороших демок. Сейчас, как бы, нет возможности показать. Нужно там дискету отформатировать, в общем. Но машина тоже довольно-таки достойная и, как бы, как бы, имеет уважение среди коллекционеров, среди людей, которые знают компьютеровую технику. Ну, в принципе, и все. А удалось ли фирме Atari что-то выпустить в более позднее, нежели вот представленный модель Falcon? Или на этом, в общем, ее развитие и закончилось? Ну, в принципе, да. На этом развитии и закончилось. Как бы, она после этого выпустила еще Atari Jaguar. Это игровая приставка. Вот. После нее, как бы, очень оказалась неудачная. То есть, очень дорого стоила и не оправдала своих надежд. В общем, на ней, в принципе, как бы, фирма Atari в плане железа, как бы, обанкротилась и, в общем, перезакончила существование. Хотя, вот, потом эта марка Atari вот перешла, как бы, во владение Infogrames, издательство, а потом, соответственно, Infogrames перенавалась в Atari, что сейчас, как бы, позволяет ей использовать этот логотип для выпуска всяких компьютерных игр и прочее. В общем, как бы, считается, что марка Atari возродилась. Но, как бы, я так понял, что эта фирма больше не собирается возвращаться к изготовлению компьютеров. Конечно, были энтузиасты, которые переделывали вот, как бы, на этой платформе, то есть, имеется в виду Falcon, то есть, ее дорабатывали, создавали свои, свои, как бы, компьютеры дальше. Были модели Milan, более совершенственные, на 60-м процессоре, точнее, на 40-м. Были еще некоторые модели, Medusa была, тоже вот на этой платформе создана более мощная. Ну, это все были такие кустарные поделки каких-то там мелких фирм, но они, как бы, имели мало шансов на выживание, в общем. Ну, как бы, в принципе, все. Большое спасибо, приятно встретить такого коллекционера и любителя. Так, ну, какая фамилия? Меня? Да. Сейчас я посмотрю, как она пишет, сочетается. Вот, у меня же где-то она была, 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 была. Вот сейчас. Что было? Дмитрий, на работу? Так. Да. Поехали. Дмитрий Ус представляет нам совсем неожиданную, скажем, и необычную машину под названием Кубе Цирус. И расскажет, что же это такое за редкий экземпляр, буквально которых было выпущено считанное тысяча во всем мире. Ну, значит, выпущена эта команда Access Technologies, продукт называется Кубе Цирус, выпущенных было действительно немного. В 99-м году произошел выпуск этой модели. Значит, что он из себя представляет? Это, можно сказать, переросток на ладонник или ноутбук нестандартный, который имеет сенсорный экран полностью. Значит, оборудован процессором Intel Pentium 2 400 МГц, 128 МБ оперативной памяти, 10 ГБ жесткий диск и все, практически все навороты, которые тогда в то время были, включая веб-камеру, вот, чтобы пользоваться, значит, всеми благами цивилизации на 99-й год доступными в одном устройстве. Значит, он имеет и CD-ROM посмотреть, значит, вот тут вот, и веб-камеру, вот, которая может отображать события. Также, чтобы передавать, у него есть и модем, и сеть, и подключаются все возможные USB, FireWire устройства и PCMCI, вот, ну, что он еще тут умеет? все практически выходы, включая выход на телевизор, выход на аудиосистему, вот, ну, и является, в принципе, рассчитан был на инженеров, конструкторов, которые будут возить с собой такую дорогую игрушку, но будут, значит, чертить прямо на экране какие-то схемы и так далее, вот, оно падет. Что еще рассказать про него? Ну, как на ваш взгляд, почему эта модель не нашла такого широкого распространения, хотя вроде бы достаточно была интересной? Ну, слишком тяжелый был для того, чтобы вытаскать с собой все время, 3,5 килограмма все-таки его вес, недолго работал от батареи, два часа всего в автономном режиме, и поэтому не мог быть все-таки достойным инструментом для инженеров, на которых был рассчитан, поэтому значит, он остался занимать свою какую-то нишу дорогих игрушек, и высокая цена не дала ему позиционироваться в качестве замены домашних ПК, в то время он вполне мог по техническим характеристикам, отвечал всем требованиям последним. И мы видим, что рядом с ним стоит современная модель карманного компьютера, которая, можно сказать, затмила своего предшественника. Ну, по крайней мере, он мне стал не нужен этот большой ПК, когда у меня появился этот маленький карманный компьютер. Большое спасибо! Сейчас я представлю. Так, это Indigo 2, да? Да, это Indigo 2. А тот называется? PowerBook 100. Ага, PowerBook 100. Значит, Indigo 2, сейчас, 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 сейчас. Митя Гореленко представляет нам две машины, очень необычные, скажем так, платформы. Это Indigo 2 от известного производителя Silicon Graphics, а также от более известного Macintosh PowerBook 100. Ну и, конечно, мы хотим послушать, что же это за замечательные такие устройства. В общем, Индиго 2 это фирменная платформа Silicon Graphics работает на процессоре MIPS 3500 на частоте 350 МГц, 640 МБ памяти, два скайза винчестера по 9 ГБ. В общем, довольно мощная платформа. До сих пор актуально можно воспроизводить импер 4 играть и играть в Quake 2 и заниматься 3D-рендерингом. Но машина 95-го года, и поэтому как бы в 3D-рендеринге она уже не настолько успешно справляется с сегодняшними конкурентами. работает на Unix подобной среде от Silicon Graphics. В принципе, возможна установка современной Linux SOS типа Mandrake, которая имеет порт под Silicon. PowerBook Store. 16 МГц Motorola 68000 разработки 91-го года ноутбук полностью рабочий. Вот. Имеет своем распоряжении довольно, можно сказать, востребованный по виде Microsoft Office 89-го года. и в принципе до сих пор очень рабочий при перепакованной батарейке работает с автономно 6 часов. Ясно. А Silicon Graphics это вообще обычно считается инструмент профессионала. Эта машина являлась инструментом профессионала в свое время? До прошлого года стояла в фирме Криат Студио. В общем, была рабочим инструментом до 2002-го года. с 95-го. Вот. разрабатывалась анимация в том числе для таких игр, как Civilization 3, Coic 3, и довольно много еще известных игр, типа Millennium Racer и так далее. А Macintosh, этот Powerbook, он являлся инструментом профессионала или все-таки уже был более любительским? Нет, он используется как печатная машинка. К нему прилагается принтер, до сих пор рабочий. И, в принципе, при желании можно уехать куда-нибудь за город и 6 часов предаться написанию каких-нибудь текстов. Довольно романтичная машинка, потому что Macintosh, они у всех вызывают некий интерес, как компьютеры, предназначенные в основном для домашнего использования. Большое спасибо. Всего хорошего. Так, вдвоем или тебя не можно? Давайте говорите. Так, товарищ Винни представляет нам два компьютера Pegasus 1 и Pegasus 2 на очень интересной операционной системе Morphos. И сейчас он расскажет, что же это за такая операционная система. Тем, те, кто знаком уже с Amiga, в общем-то практически заочно знакомы и с этой операционной системой, потому что она очень напоминает и структурно, и внешне Amiga. Железо делается бывшими Amiga, операционка и софт пишется тоже бывшими Amiga. Сама платформа позиционируется именно как продолжение Amiga. А чем эти компьютеры могут быть так скажем интересны именно для демо-сцены? Опять же все наверное исходит от Amiga, да, то есть сценеры чувствуют, что мощи Amiga, которая осталась после краха Commodore, она все-таки ее недостаточно, им нужно и новое железо, и новые разработки. Pegas и Morphos в силах это дать, что собственно уже и начинается как бы демонстрироваться всему миру, в частности и в Германии и в Финляндии уже Pegas был включен в ряды комп-машин, так же как и на этом фестивале, на этом Demoparty House Construction. Итак, мы видим, что под видом обычного IBM компьютера скрывается достаточно интересная и необычная система. Большое спасибо! за представление!